Все было. Здравствуйте. На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я, Михаил Горин. Мой собеседник – израильский политолог Арик Эльман. Арик, приветствую вас. Добрый день. Итак, официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он подтвердил, что в Вашингтоне считают убийство 19-летнего Кусаи Матана около деревни Бурка в пятницу, 4 августа, терактом. Вот так они уже определили. В Израиле пока что такого определения нет. Идет расследование смерти Матана Кусаи. Задержано два человека. Сегодня вроде бы сообщалось, что один из них отпущен. А второй человек подозревается на данный момент в причинении смерти, если так можно перевести, из равнодушия на почве национальной розни. Но, тем не менее, все чаще звучит определение еврейский террор. Мы еще к нему вернемся. А сначала в двух словах, что же, собственно говоря, произошло. Итак, есть форпос Ост-Сион. Там живут еврейские поселенцы. Они погнали свой скот, овец, я не знаю, что они погнали, на выпас. И оказались возле палитинской деревни. Вот это Бурка. Там произошел конфликт. В них стали бросать камни. Началась потасовка. В результате камень попал в одного из поселенцев. Тот выстрелил и убил вот этого 19-летнего палестинца. Такова канва этого события. Все остальное, версии, домыслы, спекуляции. Мы о них, может быть, поговорим, но чуть позже. Арик, скажите, пожалуйста, можно употребить в данном случае понятие еврейский террор? Говоря простым человеческим языком, нет, это бред. В отличие, скажем, от инцидентов в Хаваре, где действительно большая группа поселенцев, мы помним эту ситуацию, да, после теракта, пришла в деревню и начала из-за разбора пытаться поджигать и уничтожать палестинское имущество. С задекларированной целью устрашения жителей деревни, чтобы те не смели больше так себя вести, да, вот это был действительно ад еврейского террора, у меня всякого сомнения. Террор не обязательно должен сопровождаться убийствами или там причинением телесных повреждений. В данном случае, по всей информации, которая накапливается сейчас, когда идет расследование, речь идет о инциденте, описанном вами, столкновении, которое, возможно, было спровоцировано одной из сторон, да, и в отличие от наших особо умных деятелей израильских и госдепартамента США, ну куда нам, понимаешь, мы люди маленькие, да, мы только здесь живем, я не собираюсь, так сказать, обгонять ход расследования и делать далеко идущие выводы, да, из того, что там, предположим, кто-то из, один из участников подозреваемых, надо сказать, что двое израильтян все еще являются, находятся на статусе подозреваемых, да, один из них, как вы сказали, в непосредственном, так сказать, причинении смерти при тех или иных обстоятельствах палестинцу, другой в создании помех расследованию, так вот этот второй был в недавнем прошлом представителем пресс-китарем одного из депутатов партии Отсмайудит, да, этого было достаточно для того, чтобы политические оппоненты Отсмайудит уже провозгласили и его террористом, и всю эту партию, партии, покрывающей еврейских террористов, все, что можно сказать в этой ситуации, давайте дождемся результатов следствия, да, а потом еще и суда, и так будем делать выводы. Я с вами согласен, Арик, но дело в том, что еще до завершения расследования, поэтому я и сказал только о тех фактах, которые понятны и бесспорны, вы говорите, что вот обвиняют партию Отсмайудит Исраэль, еврейская мощь, но дело в том, что... Отсмайудит, да, совершенно правильно, вот эти лидеры правого лагеря обвиняют силовые структуры, извините, в политической ангажированности, а министр национальной безопасности Итамар Бенгвир тоже в прошлом, еще до того, как он стал министром... С точно такой же, с точно такой же долей ответственности... Он предложил вручить, им нужно дать им почетный знак. Ну вот это та атмосфера, лишенная здравого смысла, в которой мы сейчас обитаем, да, и все, на что остается надеяться, это на то, что следственные органы, которые это дело разбирают, соберут всю необходимую информацию, примут решение в соответствии с объективной картиной случившегося, и если кто-то должен предстать перед судом, понести ответственность, то это будет сделано. Но помним в прошлом, к сожалению, инциденты с участием евреев, да, которые мы сами не хотели сначала верить в то, что такое возможно, к сожалению, это произошло, да, сожжение палестинского подростка в 2014 году, инцидент в деревне, с поджогом дома в деревне Дура, все эти инциденты были, еврейский террор – это явление реальное, но тем не менее надо понимать одну простую вещь, что конфликты между поселенцами и палестинцами, в особенности, когда речь заходит о относительно удаленных поселенческих форпостах, не, скажем, о таких крупных городах, словно, как Ариэль, да, а когда мы говорим о форпостах, созданных именно для того, чтобы расширять еврейское присутствие в Иудее и Самарии, и они именно по своему предназначению входят в постоянное соприкосновение с палестинцами, проживающими в соседних деревнях, подобного рода конфликты абсолютно неизбежны. И то, что они каждый раз не заканчиваются таким, так трагически, как они закончились на этот раз, это не потому, что, скажем так, не эта закономерность. Если бы недаром критики того, что произошло, указывают на то, что если бы армия не опоздала с появлением на месте, то, скорее всего, трагедию удалось бы избежать. Потасовка закончилась бы тем, что израильские солдаты бы разняли обе стороны, как это часто бывает. Для идеологических противников еврейского присутствия в этих районах это, конечно, доказательство того, что вся эта поселенческая активность там является одной сплошной провокацией и только усиливает напряжение. Для защитников этого присутствия это не аргумент. Они говорят о том, что мы, евреи, имеем право находиться на каждом сантимире Тривии и Самарии, как минимум до тех пор, пока не заключено какое-то окончательное мирное соглашение, которое эти территории так или иначе поделит. А то, что палестинцы проявляют агрессию в отношении еврейских поселенцев, ну, это, так сказать, историческое явление, которое началось в тот момент, когда до арабов, проживающих на этой земле, больше ста лет назад дошло, что евреи на этот раз всерьез собираются создать свое государство. То есть мы видим, что идеологические причины, которые определяют позиции в отношении каждого инцидента, они установились уже, на самом деле, очень давно, и через эту призму обе стороны рассматривают все происходящее там. В этой ситуации то, что правоохранительные органы должны делать, это сохранять максимальную объективность, выявлять факты, привлекать виновных к ответственности. И тогда уже не будет значения, на самом деле, кто там против, кто выступал как, кто их называл там еврейскими террористами с одной политической стороны, а кто там предложил дать им знаки отличия с другой стороны. В конечном итоге есть прокуратура, есть суд, есть и в отличие от всех разных тем юридической реформы, больших идей относительно взаимоотношений различных видов власти, в данном случае речь идет об уголовном преступлении. Установление вины по этому поводу будет проходить достаточно понятным образом. Вы упомянули, что вот критики поселенцев говорят, что армия пришла слишком поздно, приди она раньше, не было бы этой трагедии. Но те же критики всего того, что случилось там, говорят, задаются вопросом, почему вообще религиозные поселенцы в субботу, в шаббат, отправились пасти стадо овец именно к палестинскому поселку. Впрочем, это все опять-таки из области версий, домыслов, неправильных фактов. Это все, каждый раз, если начать разбираться буквально в каждом аспекте этого дела, у каждой стороны есть свои версии. Да, свои доводы, я с вами согласен. У меня к вам другой вопрос. Я даже не пытаюсь сейчас вникать во все эти слухи, домыслы и версии, а хочу с вами поговорить о политическом контексте, который возник после этой трагедии. Первый довод. Это не довод, точнее предположение. Критики случившегося, считающие, что мы все-таки имеем дело с еврейским террором, говорят о том, что так называемая молодежь холмов это наиболее пассионарная часть молодых поселенцев. Я просто объясняю тем, кто не живет в Израиле и не понимает этой терминологии, что она стала вести себя в последнее время гораздо более своевольно и агрессивно, учитывая, что именно их представители сегодня находятся в правительстве, при том на должностях, в том числе министра национальной безопасности. Как вы относитесь к подобным предположениям или обвинениям? Статистика говорит о том, что число инцидентов, как минимум то, что утверждают органы правопорядка, Шабак и полиция, что число инцидентов, инициированных евреями, существенно выросло в этом году по отношению к предыдущим. Но если в предыдущем году это число превышало 600, стоит задаться вопросом, почему в прошлом году, когда это правительство еще не существовало, те же самые органы правопорядка не действовали жестко против этой самой молодежи холмов? Почему несколько сот человек, которые все известны, и еврейскому отделу Шабака, и полиции в Дейсамарии, почему они не находились под наблюдением, почему их не привлекали к ответственности, и почему это явление вообще продолжает существовать? Пассионарны они или нет? Являются ли они просто анархистами в типах, которым просто нравится такой вот образ жизни, или которые часть из них идеологически стремятся к созданию провокаций, которые могут привести к новым конфликтам и готовы даже рисковать своей жизнью с органы, если это потребуется. Все это теории, которые имеют право на существование, но нам не нужны теории. У нас есть органы, которые должны... контролировать это явление, если они действительно считают, как Ронен Барг, глава Шабака, говорит об этом сегодня, считают еврейский терроризм серьезной, очень серьезной проблемой, которая способна существенно активизировать в том числе и палестинский терроризм на тех же самых территориях и быть одним из его мотиватор. Да, он прямо говорит, что это на руку Хамасу. Можно, так сказать, иронически относиться к заявлениям о том, что еврейское насилие является мотиватором палестинского террора, потому что палестинский террор происходит, как мы знаем, вне зависимости от того, есть деятельность молодежи Халмов или нет, да, и точно так же, ликвидировав троих террористов район Джанина, ну, и услышав там вопли о месте, которые раздаются после этого, тоже можно сказать, что ликвидация одних террористов стимулирует других. На самом деле, на мой взгляд, мотивация палестинского террора абсолютно понятна и однозначно. Но точно так же понятно, что вне зависимости от того, какой эффект имеет еврейская незаконная деятельность на территориях в отношении палестинского террора, она незаконная по определению. Если она существует, то еще раз надо подчеркнуть, соответствующие израильские органы должны этой деятельностью заниматься и пресекать ее. И то, что какая компоновка израильского правительства в этом смысле, это не должно иметь никакого значения. Если у них возникли какие-то иллюзии от того, что Бицайль Смотрич или Тамара Бенгвир смогут их защитить от следствия суда и наказания, ну так это дело этих самых органов, как мы говорим, доказать им, что они неправы. И я думаю, что после всех заявлений ИС и их представители поселенцев в Кнести и в правительстве точно так же должны принять эти факты, если эти факты будут им представлены. То, что они при этом потеряют свои репутации и будут вынуждены проглотить свои слова, но мы знаем, что у израильских политиков это вообще не проблема. Да, это они могут сделать легко и не один раз. Следующий вопрос, который возникает в этой ситуации, это вообще о том, что происходит на так называемых территориях. Вот вы упомянули, что армия пришла слишком поздно, а критики этой ситуации говорят, что это вообще не дело армии, это дело полиции, но полиция там не действует, это не ее рюрисдикция, это территория, на которой управляет и на которой заправляет армия и максимум контрразведка. И это вообще ставит под сомнение отчасти всю ту структуру, о чем вы говорите. Вот пускай полиция пойдет разберется, проведет расследование и так далее, но изначально на этой куске земли это не работает. Ну почему? Израильские граждане несут ответственность перед израильскими органами правопорядка. То, что главную функцию на этих территориях выполняет армия, поскольку они не являются в части Израиля, находятся под управлением военной администрации, это по большому счету ничего не меняет. Только с точки зрения немедленных мер по пресечению беспорядков, обеспечению текущей безопасности и так далее. Все, что касается расследования и теоретических преступлений, тут все точно так же, как и на израильской территории. Еще раз надо напомнить, это не первый случай насилия со стороны евреев в отношении арабов, если, опять же, не вдаваясь в подробности конкретного инцидента. И во всех этих случаях действовали те же самые правила, и те, кто совершал это насилие, нес наказание. То, что другая критика, нужно добавить, что есть те, кто говорят, что армия вообще не должна находиться в этих ситуациях, что дело армии обеспечивать безопасность на границах, готовиться к будущей войне, а не выполнять полицейские функции, по сути дела. Это серьезное заявление. Есть те, кто говорят, что вот эта необходимость выполнять эти функции, уж тем более разнимать евреев и арабов в таких ситуациях, она мешает боевой готовности армии, мешает ей готовиться к отражению реальных угроз. Это серьезная проблема, которая находится с нами с момента, когда началось гражданское освоение этих территорий Иудеи и Самарии первыми еврейскими поселенцами. И этот фактор наличия на этих территориях гражданского еврейского населения, он вступил в действие, и поскольку вот эта идеологическая тенденция, стремление эти территории максимально осваивать, создавать факты на местности, равно как и, скажем так, естественный демографический импульс, потому что значительная часть поселенцев оказались на этих территориях не в силу какой-то там огромной всеобъемлющей идеологии, а просто потому, что квартира в Ариэле, условно говоря, стоила значительно дешевле, чем квартира в Решилиционе. И все эти факторы, они велик усилению этого процесса. Армия находится сейчас в ситуации, что она должна совершать действия. Сторонники поселенческого движения утверждают, что каждый поселенческий форпост, каждое крупное поселение, это на самом деле точка безопасности, но противники, естественно, утверждают, что увеличение этих числа этих форпостов, расширение сферы ответственности армии за безопасность гражданских лиц, это только еще увеличивает этот груз при этом бремя, которое, так сказать, на самом деле Израиле не нужно, израильской безопасности не нужно, нужно все эти процессы остановить, заморозить и дожидаться, так сказать, постоянного регулирования. Проблема состоит в том, что постоянное регулирование с палестинцами, к сожалению, не находится на нашем политическом горизонте. Еще один момент я попрошу вас прокомментировать, опять же, по этой теме, когда появились все эти заголовки об убийстве в этой деревне, о том, что вот левые обвиняют правых, а правые, причем обе стороны не дождались окончания расследования, а правые обвиняют силовые структуры, а это Мар Бенгвир предложил дать грамоту, одновременно с этим появился еще один заголовок, что министр финансов Бесалель Смотвич, тоже один из лидеров поселенческого движения, по сути дела, и выполняющий также обязанности заместителя министра обороны как раз по поселенцам, так вот, он заморозил деньги арабскому сектору, причем, как он заявил, согласовал это с главой правительства. Мало этого, как выяснилось, эти средства касались там программы образования, по-моему, и помощи конкретному муниципалитету. И тут же все связали это все воедино, что вот правительство экстремистов ведет антиарабскую политику. Ну, что ты скажешь, Смотвич, на самом деле эти его действия вызвали большие нарекания внутри самого правительства, достаточно вспомнить резкие возражения министра внутренних дел от ШАС Маши Арбеля, министра ответственного за сферу социального равенства Мехтай Шикли от Ликуда, да, на самом деле это реально серьезная проблема, потому что критика в адрес Смотвича и в отношении его решения заморозить бюджеты, предназначенные для баланса финансово-арабских местных властей, с одной стороны, и в особенности его решения заморозить программы поощрения обучения арабских студентов из Восточной Иерусалима за граильских вузах вызывает критику, Совет национальной безопасности вмешался и требует от Смотвича подтвердить эти программы. Скорее всего, здесь надо искать причину, к сожалению, в мелкой политике. С одной стороны, мы видим, что и религиозный сионизм Смотвича и вот с вами Диктамара Бенгвира, они по всем вопросам стали слабым спином правого лагеря. Там с трудом они набирают вместе 10 мандатов в вопросах, потеряв 4. И эти 4 мандата, они очень играют ключевую роль в том, что нынешняя коалиция не добирает голосов до даже баланса 60 на 60 с нынешней позиции. Поэтому Смотвич пытается вот такого рода идеологическим упрямством продемонстрировать своим сторонникам, что он делает то, что он обещал, он решает идеологические вопросы, он блокирует перевод средств исламистам, как он утверждает, он же настаивает на том, что речь идет о деньгах, которые объективно не оправданы, но это часть была политических сделок с партией РАМ в предыдущем правительстве. Его, как мы видим, опровергают со всех сторон, но вот он пока упрямится. Посмотрим, сколько времени это упрямство продлится, потому что понятно так же, что как минимум во всем, что касается средств на баланс арабских местных властей, эти средства необходимы, часть из них уже условно потрачены, потому что арабские детские власти рассчитывали на эти деньги, они были им обещаны. Если он будет настаивать на своей позиции, дело, скорее всего, и кое-что исками высшей справедливости, ну и массовыми демонстрациями протеста, конечно, потому что, так сказать, такой, например, причина для вмешательства суда нарушения властного обязательства, да, фаратов, тахаш или тонет на иврите, это никто не отменял, и даже, так сказать, сокращение применения принципа разумности к этому поэтому я думаю, что эта история продлится возвращение премьер-министра из его отпуска, после чего на заседании правительства так или иначе это будет разрулить. Арик, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии, на этом все, напомню, что моим собеседником сегодня был израильский флаг Арик Эльман. Всего доброго. Спасибо.